Девушки отдыхают 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 духовно. У них вроде бы внешне все хорошо, но это не значит, что внутри у них хорошо. Бывают люди, которые имеют богатство, но внутри у них отвратительно, они все перепробовали, они даже жить не хотят, друзья. Богатство оно не держит на этой земле. Оно привлекает, может от истины увести, но оно не держит. Не держит. И самое интересное, это когда человек умирает, неважно, богатый он или бедный, ему достается всего лишь два на два. Кусок земли, у всех он одинаков. И деревянный сюртук. Поэтому, друзья, это на земле мы проводим такие отличия. У Бога совершенно другие взгляды на каждого из нас. И мы с вами счастливые люди, потому что мы обрели семью Божью. Он принял нас в эту семью, не из-за того, что мы такие хорошие, а потому что Он возлюбил тебя тогда, когда ты был грешен. Он пошел на крест за тебя, умер на кресте. И Он сказал, что доступ к нему свободен абсолютно всем. Он дал такую возможность каждому, невзирая на его статус, положение в обществе, на его финансы. И мы сегодня счастливые люди, потому что приняли призыв от Него, потому что пришли сегодня к Нему. И мы сегодня рядом с Ним. И может быть, когда-то мы проходим тяжелые времена, но у нас есть Тот, Который держит нас в своей руке. И сказано в Библии, никто и ничто не сможет нас похитить из Его руки. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Я специально вас вдохновляю перед проповедью, потому что проповедь не очень будет вдохновляющая. Мы проходим сейчас послание семи церквям. Вы знаете об этом? Мы уже говорили о трех из церквей. Это Ефесская церковь, если вы помните, Смирская и Пергамские церкви. И сегодня мы будем говорить о Феотирской церкви, друзья. И знаете, цель всех этих посланий для того, чтобы мы могли сквозь эти послания, сквозь призму этих посланий проанализировать свою личную жизнь и состояние нашей церкви. Потому что сегодня многие дают анализ и церкви, и своей личной жизни. Некоторые даже это делают самостоятельно. Это в нашем праве анализировать свою жизнь. Но иногда мы заблуждаемся в выводах, друзья. Иногда мы неправильные выводы делаем, либо завышая, либо занижая свою оценку. И вот эти послания, они помогают нам сделать верные выводы, потому что мы видим, как на деятельность или к деятельности церквей относится Иисус Христос. Какие Он делает выводы? Его выводы, они самые истинные, они самые правильные, потому что Он тот начаток, Он то основание, на котором строится церковь и жизнь верующих людей. И Библия, Слово Божье, оно является истинным, непоколебимым. И самое интересное, что на небесах именно Слово Божье будет нас судить. Ни кто-то другой, ни твое личное мнение, ни мнение твоего пастора или твоих друзей, которые рядом с тобой были. Слово Божье. Даже Иисус говорить, наверное, ничего не будет. Вот некоторые люди, которые стояли перед Иисусом, они говорят, внутренне понимаешь, что ты неправ. Потому что Слово Божье, оно живо и действенно. И острее боюдоострого меча, оно судит наше помышление и намерение. И Богу не обязательно говорить какое-то Слово. Его Слово, оно живое. Да и Он и Сам является тоже Словом. И нас будет судить Слово. И нам важно соблюдать Слово. И вот послание к семи церквям именно тот анализ или тот суд, который совершал Иисус Христос. Вы помните, Он определял и хорошее, и то, что хорошее было в этих церквях, от Его взгляда ничего не уходит, потому что Он говорит, «Знаю дела твои». Он знает все наши дела. Может быть, ты порой пытаешься скрыть от тех, кто окружает тебя свои дела, но от Господа ты ничего не скроешь. Он знает все. И Он проникает до глубины и знает все. И поэтому Он говорит, «Я знаю и хорошие твои дела, и я знаю и плохие твои дела». И когда мы смотрим на эти церкви, то мы видим и знаем, вот это хорошее, этого надо держаться, это надо развивать, а вот это плохое, от этого надо отказаться. в чем мы сегодня находимся, в чем мы сегодня находимся, от чего нам стоит отказаться, а что нам стоит развивать. Итак, давайте продолжим наше размышление о церквях и откроем с вами книгу «Откровение», вторую главу, и с 18 стиха прочтем такой текст. И я хотел бы, прежде чем мы будем читать, поприветствовать всех, кто нас смотрит в эфире, особенно тех людей, которые смотрят нас на канале «Вера 24». Мы рады каждому человеку, который присоединяется к нам в социальных сетях и находится в это время вместе с нами. Пусть Господь обильно вас благословит, и пусть Он благословит вас сегодня откровением, для которого нет расстояний, друзья. Может быть, даже вы на другом конце земли, но Бог способен вас благословить и там. Давайте мы еще раз поприветствуем наших зрителей и начнем читать книгу «Откровение». Сегодняшняя проповедь называется «Другой Иисус». Другой Иисус. Другой Иисус. 18 стих книга «Откровение», 2 глава. «И ангелу в феатирской церкви напиши. Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобные Халкаливану. Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты, попуская жене Изавеле, называющейся себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, и она не покаялась. Вот я повергаю ее на одор и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и разумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим находящимся в феотире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышит, да слышит, что дух говорит церквям. Аминь. Друзья, когда я читаю эти послания, они все заканчиваются тем, что имеющий ухо слышит, да слышит, что дух говорит церквям. И это само по себе уже становится благословением, когда ты слышишь, что Бог говорит к тебе, когда не только принимаешь от Него благословение, но и когда ты слышишь замечания от Него, когда ты слышишь поправки от Него, потому что многие люди, они слышат только хорошее, они видят только хорошего Иисуса, и они не замечают, когда Иисус дает им время покаяться, когда Он дает им замечания, на которые бы надо было обратить внимание. Но люди знают другого Иисуса. Люди знают Иисуса благословляющего. И они не хотят слышать другое. Они бы хотели бы остановиться вот там, где Иисус говорит, знаю дела твои. Они хороши. Последние дела, они даже лучше, чем первые твои дела. И, о, классно, Бог похвалил меня. Но Он говорит, но я имею нечто против тебя. И тогда вот здесь вот как-то не хочу слушать. Извини, мне достаточно вот этой похвалы. И давай на этом остановимся, Иисус. Но великое благословение слышать замечания в своей жизни, друзья, которые исправляют нас. Когда мои братья, когда мой пастор, он говорит в мою жизнь неприятные мне вещи, которые бы я не хотел, может быть, слышать. И я их слышу. Для меня это великое благословение. Поэтому давайте будем держать уши открытыми. Потому что, когда я говорю, вещи негативные, может быть, на первый взгляд, я смотрю, остекленелые лица у нас в церкви. Они не понимают, что происходит. Потому что привыкли. Давай, у тебя все получится. Аллилуйя. Прямо сейчас выйдешь. И прямо сейчас благословит Господь. А когда начинаешь серьезные вещи, они неудобоваримые. Люди не хотят их слышать. Люди говорят, давай туда вот, к Аллилуйя. Давай вот туда, где прорыв. Ну, знаете, это такой начальный, примитивный уровень, когда ты давай, Аллилуйя, давай, благословляй. Тебе уже пора других благословлять. Тебе уже пора самостоятельно справляться. А ты все благословляй. Ну, ободрите меня. Ну, вдохновите меня. Друзья, давайте будем внимать то, что говорит Слово Божье. Античный город Феотира, он находился на юго-востоке от Пергама. Все семь городов, друзья, о которых идет речь в Откровении во второй главе, они были соединены одной дорогой. И для того, чтобы тому, кто нес послание этим церквям дойти до Феотира, надо было выйти из Пергама и пройти примерно 64 километра. Название города Феотир переводится как врата жертвоприношения. Этот город был городом многочисленных ремесел. Одной из самых распространенных ремесел в этом городе была покраска тканей, о чем мы узнаем из деяния 16 главы, где речь идет о некой женщине Лидии, которая, сказано, продавала багрянецы, то есть окрашенную в багровый цвет ткань. Именно с нее и началась церковь в Феотире. Вот знаете, в этом городе, в Феотире, было развито, развито ремесло, и ремесленники, они по роду своей деятельности объединялись в такие гильдии, и у каждой гильдии был покровитель, патрон, бог языческий, и они постоянно устраивали празднества, и на них ели идоложертвенное мясо. И вот если ты не был на этих празднествах, если ты не поклонялся этому богу, то тогда у тебя не было никакого авторитета в этом городе, и навряд ли ты мог в этом городе развить какое-то свое ремесло, и тем более, чтобы оно тебе приносило прибыль. Потому что в городе, говоря современным языком, был такой корпоративный сговор. Если ты не состоял в какой-то гильдии, то у тебя не было абсолютно никаких шансов. И людям, которые ходили в церковь, и жили по истине Божьей, которая запрещала поклоняться другим богам, кроме всемогущего Бога, единственного Бога Иисуса Христа, им было сложно. Они стояли перед выбором. Либо им пойти на эти празднества и поклоняться этим языческим богам, либо им стоять в истине и, может быть, даже обречь себя самого и свою семью на бедное существование. Знаете, когда я читаю об этом, я вижу, как сегодня то же самое происходит в нашем мире, когда люди, которые занимаются бизнесом, они говорят, невозможно делать бизнес по-другому, если ты не будешь хитрить, если ты не будешь обманывать, если ты не будешь делать какие-то вещи противозаконные Слову Божьему. Невозможно, потому что ты не будешь тогда успешен в этом бизнесе. Но знаете, что я увидел, Господь, что я увидел, друзья, что Господь, Он благ своим детям, особенно Он поддерживает тех, кто верен Ему. И когда человек остается верен Ему, Господь найдет, как послать воронов, которые принесут тебе мясо, даже тогда, когда в округе будет пустыня. рядом с нами, это не значит, что Он бездействует, стоит рядом и ничего абсолютно не делает. Это значит, что Бог действует в нашей жизни благими своими намерениями, устрояя нашу жизнь так, как Ему угодно. И если ты даже будешь идти сквозь пустыню, то Он найдет, как из скалы, дать тебе воду и напоить тебя до сута, потому что наш Бог, благой Бог, воздайте Ему хвалу. Халлилуйя! Халлилуйя! Но люди, они, знаете, они сами себе придумывают, потому что им выгодно, и говорят, невозможно по-другому делать бизнес. Невозможно, не делайте. Лучше останьтесь в истине, чем кривыми путями ходить, которых Господь не благословит. Он не благословляет бесчестие. Он не благословляет беззаконие. Он, наоборот, наказывает это. Он, наоборот, против этого. И мы видим, что церковь в Феотире или верующие в Феотире находились именно в таком положении. Но при этом, при всем, когда мы читаем о церкви, мы видим, что церковь развивается. Она имеет служение, она имеет терпение, она имеет даже любовь. Глядя на эту церковь, любой бы сказал, это мечта, а не церковь любого пастора и даже любого прихожанина. Потому что самой главной причиной, по которой люди уходят из церкви, является именно отсутствие любви. Я не слышал другой причины. Все говорят, любви у вас недостаточно, любви не хватает. А вот в этой церкви была любовь. И сегодня мало, какая церковь может похвастаться такими делами. Мы видим, что она возрастает, потому что Иисус говорит, твои последние дела больше, чем твои первые дела. Мы видим, эта церковь является флагманом. И сегодня бы такая церковь являлась бы флагманом, на нее бы равнялись, у нее бы перенимали опыт, ей бы подражали. Но знаете, мы люди так судим иногда о поступках, а у Бога совсем другое суждение. Иногда мы, как люди, смотрим и думаем, вот это здорово, ой, какая классная церковь. Посмотрите, какие у них служения, у них даже любовь есть, признак присутствия Божьего, потому что любовь является присутствием Божьим, ибо Бог есть любовь, друзья, Бог есть любовь. Но Иисус к этой церкви говорит, имею нечто, немного, Он говорит, имею немного против тебя. И Он дальше говорит, ибо ты позволяешь женщине, которую зовут Изавель, называющую себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение моих рабов любодействовать и есть идола жертвенная. Друзья, если в Пергамской церкви мы видели компромисс, мы говорили о компромиссе, это когда уступаешь ты самому себе, то мы видим, что в Фиатирской церкви речь уже идет о снисхождении по отношению к беззаконию других людей. Вот когда компромисс, это как бы сам себе из-за выгоды или из-за достижения цели позволил что-то, а вот попустительство, когда мы попускаем, это когда у меня есть власть, я облачен во власть, но я позволяю людям, неизвестно, по разным абсолютно причинам, может быть, это мои родственники, может быть, я с ними дружу, может быть, они какие-то важные люди, я попускаю им делать откровенно беззаконные вещи, я начинаю закрывать на это глаза, и попустительство это значит предоставить возможность наносить ущерб, друзья. Хорошо об этом или хороший пример мы видим в притче, которую рассказал Иисус Христос в Евангелии от Матвея в 24 главе в 43 стихе. Здесь идет притча о том, как хозяин дома оставил свой дом, оставил там наместников, и вот Иисус говорит такие слова в 42 стих, извиняюсь, и так бодруствуйте, Матвея 24 глава. Поверни соседу, скажи, не спи, бодруствуй, тебе Слово Божье говорит, бодруствуй, бодруствуйте, с добрым утром некоторых, кто проснулся, слава Богу. Итак, бодруствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет, но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодруствовал, и не дал бы подкопать дома своего. Друзья, в этой притче фраза «не дал бы подкопать» как раз и поясняет, что такое не допустить, не попускать, не заниматься попустительством, потому что если дом будет подкопан ворами, то воры войдут в такой дом и вынесут самые ценные, друзья. Вор всегда нацелен на самые ценные. Если он не нашел, это не значит, что он не нацелен на самые ценные. Когда приходит вор в дом, он не выносит мусор. Знаете, такой приходишь, а у тебя мусора нет в бачке. И такой говорит, кто это? Жена говорит, воры залазили к нам. Весь мусор утащили и еще ветошь забрали. Так не бывает. Ты приходишь и обнаруживаешь, что самые ценные унесли, лучшие забрали. Вот так действует двор. И вот именно эта женщина в Фиатире, она была направлена на самое ценное, на то, чтобы принести вред, пагубу, самому ценному в церкви. Потому что самое ценное в церкви является не служение, является не кафедра, является не здание, а являются люди, друзья. Люди самые ценные. Иисус именно за них умер. И вот эта женщина, она своим учением соблазняла многих людей, уводя их от истины. А пастор, который стоял во главе этой церкви, он занимался попустительством. Он ничего не делал для того, чтобы прекратить ее действия. И когда я читаю Писание, то я вижу несколько уровней попустительства, которые Писание открывает нам, которыми мы занимаемся. И первое попустительство, это когда мы попускаем дьяволу влагать в наше сердце ложь, друзья. Это тоже попустительство. И пример этому находится в книге Деяний. В пятой главе с первого стиха мы читаем «Некоторый же муж именем Анания женою своей Сафирою продав имение утаил из цены сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, Анания для чего допустил или попустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать духу святому и утаить из цены земли? Друзья, друзья, мы видим Анания попустил или допустил сатане вложить в свое сердце ложь. И у них была возможность, у них была власть, чтобы этого не позволить, но они позволили, и мы знаем, как эта история печально закончилась. Вы помните, и Сафира, и Анания, они бездыханно, мертвы, упали. И жизнь вышла из них, и вся церковь пришла во страх. Второе, это когда муж попускает своей жене делать непотребное, друзья. Муж глава для жены. Жене стоит быть послушной мужу своему во всем, кроме греха. Во всем, кроме греха. Муж обязан оберегать свою жену, но он также обязан и обуздывать свою жену, друзья. И когда муж попускает жене делать непотребное, противоречащее Писанию или постановлением Божьим, тогда поражение приходит в семью и к детям, потому что муж бездействует. Но тот муж имеет власть, ограничивает свою жену или обуздывает свою жену, который сам обузданный Иисусом Христом, друзья. Это важный принцип, который сам стоит под властью Иисуса Христа, потому что если муж не стоит под властью Иисуса Христа и будет обуздывать свою жену, это будет насилие. Насилие. Это совершенно другое. А здесь мы говорим о попустительстве, и хорошим примером этому является пример женщины Изавель, которая из Ветхого Завета, которую мы находим в книге Третьей и Четвертой Царств. Ее тоже так же, я не знаю, может быть, это совпадение, что в Откровении тоже приводится имя Изавель. Может быть, Павел, вернее, Иоанн, когда пишет свою книгу, он этим именем указывает на характер поступка той женщины, которая была в Феатире. И давайте мы посмотрим, что же она делала, эта женщина Изавель, из Ветхого Завета, как она себя вела. И мы открываем с вами Третью книгу Царств, 16 главу, из 31 стиха, почитаем, мало было для него впадать в грехи Иераваама, сына Новатого. Он взял себе в жены Изавель, дочь Евваала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу, жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии. И сделал Ахав Дубраву и более всех царей израильских, которые были прежде него Ахав делал то, что раздражает Господа Бога и Израилева. Друзья, Изавель, здесь эта Изавель, по происхождению была язычницей, и она стала женой царя. Царь уже, Ахав, нарушил Слово Божие тем, что взял из другого племени жену, язычницу. Он не должен был этого делать. И он взял, наверное, ее по особенной любви. Он не просто так ее ввел в свой дом. У него, скорее всего, была пламенная любовь к этой женщине. Он, наверное, воспылал к ней любовью. Его, наверное, так тянуло, что и Слово Божье не стало для него преградой. Так бывает и в нашей жизни, когда ты видишь, молодые люди влюбляются друг в друга. Но та жена или тот муж будущих, он из языческих народов, если можно так сказать. Он не принадлежит церкви, он не знает Бога. И Слово Божье, которое говорит о том, что общего у тьмы и у света, оно становится для него не преградой. Вот это пламенная любовь, которая тянет их друг к другу, влечет, манит и дает им право поступать, как им кажется. Право. Им кажется, что право. На самом деле, это беззаконие. Они думают, что вот эта любовь дает им право поступать так. Что может быть главнее любви? Слово Божье, друзья. Слово Божье. Потому что потом оказывается, что это была не любовь и вовсе. Это была похоть. Влечение. Сексуальное влечение плотское. Похоть. А чей? Похоть а чей? И вот мы видим, Ахаф он воспылал такой похотью, он воспылал таким желанием, и он идет против Слова Божьего и вводит Изавель в свой дом царственный. И что мы видим дальше? Изавель начинает влиять на царя и устанавливать свои порядки. Посмотрите, дальше, в Третьей книге царств, в 18 главе, в 13 стихе мы читаем с вами, разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Изавель убивала пророков господних. Посмотрите, Изавель вошла, она начала влиять на царя, царь ее любит, он подвержен ее влиянию, и что она делает? Она начинает уничтожать неугодных ей, не поддерживающих ее, она убивает пророков господних. И потом дальше мы читаем, это уже 19 книг, Третьей книге царств, 18 главы, теперь пошли и собери ко мне всего Израиля и на гору Кормил, и 450 пророков Вааловых, и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Изавель. Мы уже видим, что она убив тех, кто был ей неугоден и не согласен с ней, поставляет людей, которые поддерживают ее. Мы видим, что уже 850 пророков, 450 таких и 400 других, они питаются от стола Изавель, они находятся на содержании у этой женщины, даже не у царя Ахава, друзья, а от стола Изавель, она им, скорее всего, платит жалование для того, чтобы они поддерживали ее учение, для того, чтобы они поддерживали ее. И через это она начинает влиять на весь Израиль. И дальше мы видим в 4-й книге царств, 9-й главе, в 22-м стихе, «И когда увидел Иорам Иуя, то сказал, с миром ли Иуй? И сказал он, какой мир при любодействии Изавели, матери твоей, и при многих волхованиях ее?» Мы видим, она так же, как и та женщина в феотирской церкви, любодействует, и при этом она еще занимается волхованием, друзья. Мы видим, что она не просто сама это делает, но обучает этому народ Божий. И народ Божий начинает блудодействовать, и народ Божий, он отклоняется от истины в Боге, и он начинает делать непотребное для этого народа. Но знаете, все это заканчивается печально. Мы видим, что Изавель была выброшена из окна, и ее растерзали, псы. И дальше мы видим третий уровень попустительства. Это попустительство в воспитании детей. Пример царь Давид, которым мы всегда восхищаемся, которого мы всегда ставим в пример. Мы видим, что он попустил Амному остаться без наказания при изнасировании Фомарь. Амном изнасиловал свою сестру Фомарь. И Давид оставил это без наказания, попустительством занимался, что привело к тому, что Авесолом впоследствии убил Амнона и убежал в Египет. И когда вернулся, так же остался без наказания. Друзья, попустительства в отношениях с детьми могут послужить две причины. Первая, это отстороненность от воспитания детей, и вторая, это безмерная любовь. Вот в этом случае мы видим, что Давид был отстранен от воспитания своих детей. Постоянные войны, постоянное созидание государства, государственные дела, они не позволили ему заниматься своей семьей. И дети в попустительстве выросли вот такими. Вы знаете, так же есть второй уровень, когда в безмерной любви к своему чаду мы занимаемся попустительством. Особенно этим страдают мамы. Они так любят свое чадо, что чадо становится для них носителем истины. Они верят больше ему, чем кому-то. Они всегда на его стороне. И они не верят ни учителям, ни взрослым, ни кому-то другому. Они занимаются попустительством, друзья. Мы сегодня видим очень распространено такое воспитание детей, когда им не делают замечаний никаких. И такие дети, они растут без определенных ценностей. В них не могут сформироваться ценности нормальные. Потому что формирование ценностей это не только зависит не только от того, что вы вкладываете в своего ребенка, но также в большинстве своем зависит от того, что вы допускаете делать своему ребенку. Попустительство оно тоже формирует ценности. И когда этот человек попадает в общество или в среду, где надо поддерживать ценности, которые есть там, он не уживается с этой средой. Когда такой ребенок приходит в детский сад, он не обузданный, он не может ужиться с этой средой. И у родителей постоянные споры с воспитателями. Когда этот ребенок приходит в школу, он не может ужиться с этой средой, потому что он не обуздывается, у него ценности нет, они размыты, эти ценности, родители ему позвоняют абсолютно все. Или дома ему не позволяют каких-то вещей. Ну вот видно, как эти родители приходят кому-то в гости, и они не обуздывают своих детей. И эти дети могут делать абсолютно все. А родители сидят и как будто не замечают. Они говорят, у нас такое воспитание у детей. Ну знаете, вы им себе позвольте разгромить дома у себя. Можете прийти и сказать, громи все, шторы отрывай, жги здесь все, а я буду любить тебя, смотреть покупают. Ну вот почему-то где-то на стороне вдруг они вспоминают о любви к своему чаду и не обуздывают свое чадо. Друзья, это попустительство. И мы видим это в Библии. Это другой уровень попустительства, который связан между собой. Попустительство власти, когда ты поставлен во власть и предназначен для того, чтобы обуздовать людей, применяя эту власть. И попустительство своим детям. И вот здесь дети они не являются причиной попустительства. Вернее, они являются как раз причиной, наверное, попустительства. Это священник Ильи. Помните такого? О котором речь идет в Первом царстве, когда священник Ильи от бессмерной любви к своим детям детям Офни и Фини 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 Продолжение следует...